Важно выделить несколько факторов, которые влияют на рынок недвижимости и главный для нашей страны фактор это безусловно цены на нефть. Можно ожидать дальнейшее ослабление рубля и соответственно снижение инвестиционных доходов для тех, кто соответственно так или иначе с рынком нефтесвязан. В первой обычно недели-две кризиса мы наблюдаем росты спроса на недвижимость, потому что люди бегут спасать свои капиталы. Но когда достаточно в короткое время схлынет этот спрос, мы будем наблюдать стагнацию. То есть когда никто не продает, никто не покупает. Сегодня средний квадратный метр по Петербургу составляет около 125 тысяч за квадратный метр готовой недвижимости. Это по вторичке, по первичке немножко пониже, там в районе 105-110 тысяч рублей за квадратный метр. То я так полагаю, что через полгода-год мы можем увидеть откат процентов на 10. Предсказывать уровни, до какого уровня могут снизиться цены на недвижимость сложно, но то, что тенденция будет на снижение, наверняка да. В долгосрочной перспективе, конечно, наши граждане от этого выигрывают, именно в силу того, что они получают достаточно значимые гарантии. Но в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе мы, конечно, скорее всего, увидим негативные явления. И прежде всего, эти негативные явления будут связаны с сокращением предложения. За последние, наверное, лет пять у нас значительно увеличилась доля приобретаемого жилья с использованием ипотечного кредита, как первичного, так и вторичного. Ипотека стала, безусловно, доступнее, значительно доступнее. И для тех, кто впервые берет ипотеку, и для тех, кто решил рефинансировать кредит. Петербург ширится по окраинам. Активно идет застройка вдоль кольцевой дороги, с внутренней и внешней стороны. И, судя по всему, эта тенденция будет продолжаться. Тем более, что земли на этих территориях стоят существенно дешевле. И поэтому квадратный метр застройки в этих местах, он существенно дешевле, чем в городской черте. Если раньше основным потребителем элитная недвижимость – это был бизнес, то сегодня мы говорим, что все в большей степени это чиновники верхнего и среднего звена. Петербург несколько стоит, может быть, особняком, потому что у нас по городу, по, соответственно, нашему региону, Санкт-Петербургу, доля малого бизнеса превышает среднероссийские показатели примерно в полтора раза. Поэтому спрос на элитную недвижимость поддерживается в немалой степени и, соответственно, представителями малого бизнеса, владельцами малого бизнеса. Для потребителей, соответственно, с одной стороны появляется возможность, видимо, через год приобрести несколько дешевле недвижимость, но вот этот отложенный спрос через год-два, он приведет к достаточно серьезному росту цен на недвижимость. Совет – приобретайте квартиру через примерно год, может быть, через полгода, потому что через два-три года будет уже гораздо сложнее это сделать, тем более, что самые лучшие варианты действительно будут, как горячие пирожки, просто уходить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова